Дома и в кафе, в магазине и на работе, даже в парадной камере видеонаблюдения следят за нами. А наш корреспондент проследил за лотами в интернете. Хакеры продают пароли доступа к чужим камерам видеонаблюдения. Александр Одинцов расскажет. Они всегда стоят на стороне правды. Кадры с камер видеонаблюдения – беспристрастное доказательство правонарушения. И хоть память большого брата долгая, стереть её готовы хакеры. Фрагментарно или полностью оказаться в центре управления видеоглазами – не так уж и сложно. Популярный видеохостинг, сотни инструкций, взломов, вскрыть систему может даже школьник. Инструменты доступны. Достаточно скачать бесплатные программы. Вот прогружаются камеры, как вы видите. Вот всё работает в онлайне. Также мы можем выбрать дату, посмотреть. Они найдут камеры, подберут пароли, считанные минуты и всё происходящее, например, в магазине, уже на экране монитора персонального компьютера или телефона. Это реал-тайм, и можно получить доступ в панель управления камерой. Подглядывать, уверяют учителя с видеороликов, можно за любой страной, городом. Правда, не все камеры оказываются столь хрупкими для медвежатников из сети. Как оказалось, Восток – дело не только тонкое, но и киберуязвимое. Доступная техника, и это как раз тот случай, когда количество всё-таки сказалось на качестве. Большинство камер, они выпускаются со стандартными логинами и паролями, потому что производители, их не особо заботит то, что будет дальше. Очень частая ситуация, когда китайские производители выпускают камеру без какого-то конкретного бренда, продают её десяткам компаний, и в итоге миллионы устройств, которые под разными брендами выходят, они оказываются незащищёнными. Чтобы оказаться в этой видеосистеме, нужно всего-то IP-адрес, порт, логин и пароль. Сложнее хакерам с камерами надёжных производителей, но и тут скорее разработчики ПО догоняют киберзлоумышленников, ведь последние без труда находят лазейки уязвимости. Доступ у них практически ко всему. Вы смотрите на свои мониторы? Ну-ну, смотрите. Значит, сцена ограбления была записана заранее. Этот голливудский сценарий вполне осуществим, а вот сюжет, когда щуплый программист наводит свой порядок в системе, закрытого предприятия далёк от реальности, ведь чаще всего системы таких производств в целом изолированы от всемирной сети. Эти камеры достаточно защищены. Они построены в своей закрытой сети. Туда доступ имеется только со специализированных рабочих мест. Там достаточно высокая аналитика, высокое разрешение. Кадры хранятся не только на серверах, но и в облаке. Способ хранения считается надёжнее. Но и тут принципиален производитель оборудования. Что касается взломщиков камер, то они чаще всего так и остаются неизвестными и безнаказанными. Ведь задержать его в жизни практически невозможно. Виртуальный адрес шифруется, а атаковать хакер может из любой точки земного шара, где есть интернет. Александр Одинцов, Степень защиты.